Сегодня для учащихся и педагогического коллектива средней школы номер 20 торжественное открытие обновлённой спортивной площадки стало настоящим грандиозным праздником. Обустроенное поле размером 20 на 40 квадратных метров с новейшим искусственным покрытием – ценный подарок для учреждения образования перед началом учебного года. За 10 лет, когда наши дети, а их более 960, каждый день играют в футбол, эта площадка, конечно, потеряла свой вид. Обратилась к депутату парламента, председателю Республиканской ассоциации по футболу Базанову Владимиру Александровичу. Он не мог сказать нам «нет». И вот сегодня, в преддверии Дня города, в преддверии тысячелетия Бреста, школа получила такой замечательный подарок. А мы можем сказать, что Республиканская ассоциация футбола сделала этот подарок не только школе, а Бресту. Мы гордимся школой Бреста Республика Беларусь. Помощь в реконструкции современного спортивного объекта оказали представители Брестского городского исполнительного комитета и Ассоциация Белорусская федерация футбола, председателем которой является Владимир Базанов, депутат Платы представителей Национального собрания Республики Беларусь, для которого делом чести было создать новую улучшенную спортивную зону, тем самым внести свою лепту в становлении и развитии подрастающих футболистов. Подарок крутой в глазах ребят настрой. Боевой эмоции зашкаливают. Могу сказать, что мы будем гордиться этим полем, беречь его, потому что нам всем очень приятно, что федерация построила нам такое прекрасное, можно сказать, поле, это на сравнении с тем, что было раньше. Эмоции были очень хорошие, потому что стало лучше играть и отдавать пасы, бить поворотом стало лучше. Моим друзьям тоже очень понравилась новая площадка. И вот мы будем ходить сюда играть в футбол. Поле получилось очень хорошее. Мы будем с радостью приходить сюда и тренироваться, и готовиться к соревнованиям по футболу. Эта площадка отвечает всем европейским требованиям. Современное искусственное покрытие дает возможность заниматься на ней в любое время. Так что теперь у этого спортивного объекта есть все шансы принимать соревнования и турниры, спартакиады и чемпионаты. Программа Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, все, что мы сейчас делаем, значит, 20 на 40, 40 на 60, полноразмерные поля мы делаем, стараемся все делать для детско-юношеских спортивных школ и для школ. Ведь это 20 на 40, то, что мы сейчас видим, здесь же это для детей, это не представляете, какая радость. Они уже сегодня, видимо, будут играть на этом поле. Это все за счет Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, денежные средства выделены. Мы знаем, что Брест через два дня отмечает 70-летие освобождения Бреста, и буквально через каких-то более чуть месяца будет праздновать тысячелетие Бреста. Это подарок городу Бресту и конкретно 20-й школе. Почему? Потому что такие, как Дмитрий Мазалевский учился в этой школе Демешко, вот зная, что это как бы такой альмаматор, который выпускала футболистов, поэтому мы дарим на это поле. Право первому дать футбольный старт на обновленной спортивной площадке выпала честь выпускнику этого учебного заведения, одному из лучших игроков, нападающему командой «Динамо Брест», главному тренеру дублирующего состава «Динамо Бреста» Дмитрию Мазалевскому. В наше время ничего этого не было. Мы занимались на песчаных полях, на такой плохой траве натуральной, поэтому это очень большой шаг для развития нашего младшего поколения. И очень бы хотелось, чтобы такие площадки были даже не по одной в каждой школе, хотя бы по две, чтобы дети отрывались наконец от планшетов, телефонов и выходили на улицу и занимались спортом. Потому что старая-старая фраза «спорт – это мир, спорт – это здоровье» – это подтверждение того, что без спорта мы никуда не денемся и не будем развиваться. Поэтому могу только пожелать, чтобы эта площадка с каждым днем все больше и больше детей на ней занималась и развивалась. Сегодня развитие и популяризация футбольного спорта требует максимально хорошей материально-технической базы. Потому что создать суперкомфортные условия на обновленной площадке было основной задачей. А когда желание совпадает с возможностями, когда лепту вносят и те, кто непосредственно возглавляет Белорусскую федерацию футбола, результат впечатляет. Сегодня 20-я школа будет иметь вот такое прекрасное мини-футбольное поле. По всем последним словам техники. Мы, конечно, очень довольны и надеемся на дальнейшее сотрудничество. И надеемся, что Брест и Брещина даст еще ни одного спортсмена высокого класса, который будет участвовать в чемпионате Европы и Олимпийских играх. Представители Ленинской администрации отмечают, подобные проекты на этом не заканчиваются, а в ближайшем будущем они также будут реализовываться на территории района.